Привет, ребята! У меня сегодня для вас познавательное видео. Оно больше направлено на моего клиента. Он попросил записать для него. Ну, вернее, он попросил подобрать ему твиттер к вот этому 20-м. Он его покупает. Сразу расскажу, что динамики пойдут в домашку. То есть, человек их будет устанавливать дома. Поэтому я их устанавливаю в ящик. Не во фрейер. Не в стенд. А в ящик. Второй момент, который очень важен. Динамики будут играть от китайского усилителя. У которого заявка 120 ватт на канал. Я хочу подключить их к усилителю АИМа. Не к 502, а к 502 баса немножко поменьше. А к усилителю АИМа хочу подключить. Ну и, соответственно, подключить хочу один динамик. Один такой, один такой. Усилитель выглядит вот так. Кто следит за каналом, кто меня постоянно смотрит, должны знать, как он выглядит. Кто не смотрит, не мои проблемы. Хотите смотрите, хотите не смотрите. В приоритете у человека громкость. Поэтому я выбрал эстрадный рупор. Он, в принципе, об этом сказал. То есть разговор мы ввели. С этим рупором идет в комплекте конденсатор 3,3 микрофарад. Он уже припаян. Это рупор Ария. Блестящий, симпатичный. СТ-50 ПРО. Еще одно условие. Это то, что человек будет слушать это все с мобильного устройства, то есть с телефона и через приложение БУМ. Я его скачал, специально установил. Заявка у усилителя. Два канала по 175 Вт. Источник питания 18-35 Вольт. Рекомендуется 32,5 А. Ток более 3 А. Частотные характеристики, я думаю, по умолчанию 20-20. Итак, трек играет через приложение БУМ, которое называется. Заходим в настройки. Здесь есть эквалайзер. Можно включить авто. Будет звук вот такой. Если мы зайдем в ручную настройку и убавим бас, будет звук вот такой. То есть, в принципе, для эстрады можно убрать просто для дома аж минус 60 Гц и все, уже будет нормально. Сейчас добавлю громкость, просто послушайте. Это самый простой способ. Если хотите попробовать поэкспериментировать, можно взять кучу конденсаторов и попробовать отрезать конденсаторами. Тогда вы не будете зависеть от источника. Но напоминаю вам, что конденсатор это всего лишь на всего первый порядок. То есть, спад будет очень-очень плавный и будет загасать очень-очень долго. В эквалайзере это намного резче происходит. Если вы будете использовать не сетевой какой-то сервис, стриминговый, а что-то более продвинутое, типа приложения какого-то специального, там можно найти кроссовер. Какой-то плеер, например, можно использовать, там можно пробовать играться кроссовером. Айпас-фильтр бывает часто встречается. Но при таком использовании, то есть, если вы фильтруете прямо в телефоне, у вас, соответственно, и сабвуфер не будет басить, потому что вы отрезаете все басы. Это такой, я бы сказал, компромисс, который не очень хороший. Но, в принципе, пользоваться можно. Человек попросил подобрать ему твиттер. Твиттер я выбрал Aria ST50 Pro. Что человек озвучил? Сказал, что будет последовательно подключать, то есть, в 8 Ом нагружать будет усилитель. Я еще с ним это подробно не обсуждал, но когда начал подключать уже динамики непосредственно к усилителю, вспомнил, что есть определенные моменты. И что получается? Если динамик среднечастотный подключен к усилителю просто один, он играет вот так. Довольно-таки громко и хорошо. Если же мы подключаем бас, следовательно, то есть, я вот сейчас напрямую замыкал, а сейчас я запущу сигнал через конденсатор и через твиттер. Соответственно, звук вот такой. То есть, и на твиттер, и на среднечастотник идут только высокие частоты. Последовательно подключить твиттер через конденсатор и среднечастотный динамик, или драйвер, или низкочастотник и так далее, не получится. У вас весь сигнал отфильтруется через конденсатор, через который проходит сигнал, потом идет через катушку этого высокочастотного динамика, потом идет на среднечастотный динамик. И, соответственно, весь сигнал абсолютно отфильтрован. Если вы хотите отфильтровать и среднечастотник, и высокочастотник, вам необходимо подключать их только параллельно, либо поканально. То есть отдельные каналы усиления на среднечастотник, отдельные каналы усиления на высокочастотник. Либо параллельно. Сейчас я это сделаю. Когда подключаете динамики, желательно усилитель выключать, потому что он может уйти в защиту, уйти в ошибку. Может произойти все что угодно. Вы можете просто что-то замкнуть. Рекомендация моя выключать усилитель всегда при подключении динамика, какой бы это усилитель не был. Вот так играет динамик на AutoEcoLive. Вот так, когда бас отрезан. Теперь подключаем твиттер через конденсатор 3,3 мкФ параллельно, то есть они подключены на один и тот же канал, если один какой-то динамик выйдет из строя, другой будет играть. Такой звук получается, конденсатор 3,3 мкФ, а барракуда распущена поверху. Можно попробовать поставить другой конденсатор на 2,2 мкФ и послушать, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот, ребята, звук получается. Очень громко. Несмотря на небольшую мощность, потому что усилитель подключен на 12 вольт всего лишь навсего, питание там 13,2 всего, но за счет чувствительности эстрады и рупорного твиттера получается очень громко. Сейчас буду писать человеку, напишу, что он скажет по этому поводу. Если понравится вот такой звук, такая компоновка, значит приобретет такое. Если нет, значит буду что-то еще подбирать. К сожалению, дистанционно подбирать компоненты приходится вот только так. С одной стороны, это хорошо, то, что есть отзывчивый я, который может водобрать человеку компоненты и отправить. А с другой стороны, уходит на это огромное количество времени, потому что не каждый человек может выразить ясно свои мысли, объяснить, что он в конце концов хочет получить в итоге от акустической системы. Поэтому приходится вот так вот, скажем так, мучиться. Но я думаю, оно того стоит. Делайте выводы, берите на вооружение. Может кому-то нужен именно такой звук. Покажу более подробно, как это подключено, а то у многих будет вопрос. Вот так вот подключено вукс. Сразу скажу, что это очень ненадежное соединение. Если вы хотите надежно, я рекомендую купить отдельно штекер и подпаяться напрямую к FCA разъемам. Это будет более надежно. Программа называется вот так. Бум. При прослушивании можете использовать USB аудиоплеер. Вот такой. Если вам не нужны стриминговые сервисы. Либо вот такой HiBuy. HiBuy, естественно, он более гибкий такой. У него тут дофига всего. У него эквалайзер. Тут видите, как настроен. Я сейчас, к сожалению, не могу вам включить музыку, потому что она с авторскими правами. Ну, дело не в этом. Потом идут дальше межблоки олеговские. Вот сюда. И приходят просто на усилитель. На усилитель параллельно, то есть плюс с плюсом, минус с минусом, подключены два динамика. Один идёт провод в ящик, другой идёт на Twitter. Ну, на Twitter, естественно, самый распространённый конденсатор. И 3,3 микрофарад. И 2,2. Это обычное дело. Кому нужны аудиокомпоненты, пишите мне вконтакте в личку. Подберу, постараюсь как для себя сделать. Всё по уму. Ну, и хотелось бы сказать ещё пару заключительных слов. Какие выводы мы с вами должны сделать из этого видео? Первое. Мощности для помещения, в отличие от улицы, нужно немного. Громкость получается очень хорошая. Второй вывод. Если вы хотите подключать динамики последовательно, то они должны быть одного типа. Заявленный частотный диапазон должен быть одинаковый. Ну, и вывод третий. AUX подключение. Не самый надёжный вариант подключения. Потому что в большинстве случаев гнёзда в телефоне очень сильно разбитые. И у вас будут периодически появляться то пропадания одного из двух каналов. То левый, то правый. Либо могут производиться щелчки. Здесь при неосторожном касании телефона может просто пропадать канал какой-то. Поэтому подключение через телефон мобильный я всегда воспринимал как некий компромисс. Там и звук хуже, чем в той же магнитоле. И возможности меньше. Ну, и надёжности меньше. И четвёртый вывод. Тоже очень важный. При подборе к среднечастотнику рупорных твиттеров слушайте их на небольшой громкости в полную полосу. Послушайте, сделайте выводы. Какой частотный диапазон этот твиттер может играть. Если он сам по себе не может отыграть частоты ниже 6-5 кГц, то попробуйте выбрать другую модель. Потому что уже будет сложнее его заставить играть со среднечастотником. Уже будет сложнее сводить. И уже будет сложнее подбирать фильтрацию. Такие мои рекомендации. На этом точно всё. Всем пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok